Люди опознавали свои вещи, которые вывозили военными, но эти дела прикрыты. Мы тоже сейчас начинаем их возобновлять. Почему? Опознавали люди свои вещи, потому что грузовиками вывозили. Мы сотрудничаем с СИМИКами и официально для того, чтобы иметь фотофиксацию своих жилищ, люди пишут заявление на основании того, что они там жили, по прописке. И СИМИКи по мере возможности проходят куда это возможно и фотофиксируют внутри дома, реже подворье, а в основном внутри дома. Это, конечно, картины ужасающие, все это разломано, разбито, невзирая на то, как близко это, к чьим позициям, как близко находился этот дом. Картины одинаковые. Все разграблено, разбито, разломано, вырезано и так далее. Потому что гражданским лицам туда запрещен въезд, значит только военные. Но дело в том, что военных, полиция не имеет права досматривать военные машины. Но благодаря полиции Личевского еще тогда района, значит, были остановлены и то на металлоприемке уже, вывезены, когда они разрушали там вещи из Широкина, которые даже подписаны были. Это цветной металл, посуда, которые были подписаны, и люди узнали все. Ну, если Широкин, например, там занимался молоком, на бидоне фамилия написана, то, извините, и соседи узнают. Военная машина зафиксирована с военными, с этими. Это, вот мы только не можем понять, возбуждено или нет уголовное дело. Потому что это было в мае прошлого года. Люди написали заявление, приложили вот это все. Эти вещдоки опечатаны милицией, понимаете, это же не мы. Исследователи, сейчас мы это делаем опять, и затихло это, на целый год затихло. Мы ждем, может быть, мы неграмотно поступили, потому что не потребовали каких-то дубликатов или сфотографировать это дело, когда они, ну, когда писали это.